Вести Хакасия на канале Россия 24. В студии Елена Крылова. Здравствуйте. Сегодня ночью село Малая Минуса пережило наводнение. В соседнем бару прорвало дамбу, которая удерживала Жуков пруд. Тонны воды хлынули в сторону населенного пункта, вырывая деревья с корнем и смывая дорожное полотно. Из Малой Минусы Олеся Калиниченко. Сегодня на ужин у многих жителей Малой Минусы будет одинаковое блюдо – жареная рыба. Ее с раннего утра сельчане собирали на трассе, в траве у дороги, в собственных огородах. Во втором часу ночи не выдержала дамба на местном водоеме Жуков пруд. В результате вода хлынула по руслу речки Минусинки, разрушив два дорожных полотна. Было видно, что вода прошла большим широким фронтом. И, видимо, высота воды над дорогой тоже большая была, судя по тем, что деревья лежали выкорчеванные с корнем. И вообще ситуация могла гораздо плачевнее закончиться. Если бы кто-то ехал в этот момент по этому участку дороги и попал в этот проран, получилось бы там трупы были бы. Ну, слава богу, обошлось без жертв. Вот так выглядела дамба возле водоема еще вчера. Сегодня центральная беседка на дне оврага среди разрушенных бетонных труб и кусков дорожного полотна. Промойна получилась метров 20 в длину и более 4 в глубину. Местные жители рассказывают, что это уже не первый случай, когда пруд вытекает. В прошлый раз это было в 80-м году. Тогда был снежный год. Вода пошла поверх дамбы и водоем опустел примерно за час. Судя по нынешним разрушениям, вода уходила стремительно. Большой напор воды всего лишь. Тем более они сделали большое заполнение воды. И оно давит очень на дамбу сильно. А то дамба не рассчитана для этих целей. Сами хозяева виноваты в этой. Это хорошо, без ночи хоть ушел. А так бы ребятишек могли бы смыть. Тем более дети у нас на речке играют. Разрушив дамбу, вода прошла несколько десятков метров по сосновому бору и снесла региональную трассу Минусинск-Курагина-Артемовск. Дальше стена воды хлынула в населенный пункт по руслу речки Минусинка. Сосед он видел, говорит, вставал, Вася. Затор образовался на мосту. Видать, бревнами закрыла мост. И вода через мост пошла. А потом, когда пробила мост, он тебе между быками. И тогда уже лава хлынула. В Малой Минусе пострадало несколько заборов. Размыло огороды вдоль речки. То, что от прорыва дамбы и мощного потока воды никто не пострадал, иначе как чудом не назовешь. Движение в сторону Курагина дорожники обещают открыть сегодня вечером. Когда будет восстановлена дамба и наполнен пруд, неизвестно. Водоем находится в частных руках. Пляжный сезон переносится на неопределенный срок. Олеся Калинченко, Алексей Голубев, Вести, Хакасия. В деле о мартовской трагедии в спорткомплексе Абакан появился еще один фигурант. Обвинение предъявлено директору Галине Чудиновой. Статья о оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. По версии следствия, директор, являясь ответственным лицом, сдавала в аренду помещение спортивного зала индивидуальному предпринимателю Михаилу Стоянову. При этом руководитель знала о том, что гандбольные ворота не закреплены надлежащим образом и не могут применяться для проведения занятий. В результате несоблюдения директором требований безопасности 14 марта во время тренировки 7-летний мальчик, доставая мяч из ворот, запутался ногой в сетке. В результате рывка конструкция упала на ребенка. Спасти его не удалось. Напомним, около месяца назад обвинение также было предъявлено самому тренеру Михаилу Стоянову. Если вина фигурантов дела будет доказана, им грозит до 6 лет лишения свободы. К настоящей спасательной операции готовятся абаканские волонтеры. В одной из многоэтажек по улице Кати Перекрещенко замурованными в подвале оказались несколько щенков. Поставить решетки попросили сами жители, те, что недовольны соседством с дворняжками. Есть и другое мнение. В ситуации разбиралась Наталья Чудина. Дружок, так назвали, подобранного щенка. Еще вчера он был на грани смерти. Весь избитый, в крови, не ходил, еле скулил, заглядывая спасателям в глаза. Он один из псового семейства, которое проживает в подвале дома по улице Кати Перекрещенко, 15. Кому-то из жильцов собаки, похоже, сильно надоели. Либо он попал в руки живодеров. Мы опугали его сильно. Мы опугали. Проявили к нему агрессию, скажем так, со стороны людей. Поэтому людей он боится сильно. В подвале находятся еще 4 бездомных собаки. На днях жильцы, недовольные таким соседством, подали заявление в управляющую компанию. И все дыры, через которые дворняги проникали внутрь, заварили. Несколько собак оказались в заточении. Как бы их выманить? Животных просто обрекли на медленную смерть. Просьбу об освобождении щенят защитники животных разместили в интернете. Сегодня нашлось несколько человек, готовых приютить у себя дворняк. Я бы хотела взять себе из этого подвала одного щенка. Только не для себя, а чисто на передержку. Чтобы никто их больше, как сказать, не убил. Чисто как подержать, если найдутся, желающие взять. Мнения жильцов дома по поводу собак разделились. Большинству, конечно, их жалко. Но, с другой стороны, подвал не место для бездомных животных. Для людей подросшие дворняги стали реальной головной болью. Я живу на первом этаже. Я говорю, они просто лают всю ночь у меня под кроватью практически. Мне это зачем? Никакой цели. Я у него там наработаю. Я вообще не выслушиваю никогда. А люди, которые там живут, с первой подъезда приходят, а сюда и кормят. Я делал замечания столько раз. Я говорю, вы для чего их кормите? Вам жалко? Вы возьмите их домой. Кормите их дома. Возьмите их на дачу. В субботу утром в доме развернется спасательная операция. Волонтеры нашли способ освободить пленников и затем на какое-то время приютят у себя собак. Появятся у них любящие хозяева зависит от милосердия абаканцев. Пока хорошо уже то, что животные будут спасены от смерти. Для всех желающих взять собаку, контактная информация на городском сайте tigrasha.ru. Олеся Калинченко, Наталья Чудина, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. В эти минуты центр Абакана перекрыт для движения. Главные улицы освобождены от машин, чтобы по ним торжественным маршем могли пройти выпускники. Нельзя выезжать на улицу Щетинкино, от Пушкина до Чертегашева и на проспект Ленина в границах Щетинкино-Вяткино. Ограничения снимут сегодня в 20 часов 30 минут. Добавим, что в этом году в Хакасии закончили школу больше 2700 человек. 145 из них с золотыми медалями и 104 с серебряными. Это чуть больше, чем в прошлом году. Хакасия готовится к грандиозному празднику. Тумпайрам пройдет в последние выходные июня. В Аскиском районе на Сагайской поляне идут массовые репетиции. На генеральном прогоне театрализованного представления нефритовая принцесса побывала Юлия Константинова. Вот она, нефритовая принцесса, о которой столько говорят. Реальность появления которой на Хакасской земле бурно обсуждают в интернете. Проверяют само существование легенды, предложенной режиссером праздника в качестве основы пролога. Высказывают сомнения совершенно напрасные. У нефритовой темы есть историческая подоблека. Еще в 1996 году во время раскопок вблизи Аала Райка, Фаскийского района, были найдены мраморные таблички с надписями на китайском языке. В стиле характерном для эпохи Тан, то есть где-то конец или вторая половина IX века, по тексту там упоминается сестра Вана, то бишь царя, которая была отдана в жены местному правителю и спустя какое-то время была похоронена. В эпоху средневековья по Хакасии проходил великий нефритовый путь из Китая в Европу. Кроме того, легенда о любви, в результате которой родился гармоничный, радостный народ, живущий счастливо на прекрасной земле, сама по себе красива. Пусть будет, пусть действительно Хакасия от нами завоеванных принцесс только прибавляется, пусть они нам приносят счастье, пусть приносят огонь, любовь, радость. Почему же нет? Пусть будет праздник. Самый главный национальный праздник в этом году – Тумпайрам, на который только по приблизительным подсчетам в этот раз съедутся до 50 тысяч человек. Поэтому программы всех девяти площадок продуманы до мелочей. Много будет конкурсов, посвященных Айрану. Он будет просто массовый. Есть огромное количество бочек, стаканов, кружек. Все будут пробовать, получать призы. Это наши юрты, традиционное жилище Хакасское. Тоже очень много конкурсов, кухня и так далее. В этом году впервые торжества будут проходить в течение трех дней. Откроет их вечером 28 июня большой круг исполнителей горлового пения. Завершит 30-го награждения победителей. Такая схема была предложена представителями движения «Хакасская молодежь». Нас поддержал Виктор Михайлович в этом вопросе, что республиканский праздник Тумпайрам, самый главный наш праздник, должен проходить, как положено, три дня. Чтобы люди приехали, отдохнули, у костра посидели, мясо поели. И с счастливой отдохнувшей душой вернулись домой. Для этого условия будут созданы. Активисты уже подготовили импровизированный юрточный комплекс. Преображается и Сагайская поляна. Завершается ремонт ипподрома. Монтируется переезд. Устанавливаются площадки для высадки пассажиров с электричек, которые на Тумпайрам 29 июня пойдут утром и вечером. Республика поддерживает молодые дарования. Накануне в Абакане дал концерт талантливый пианист, уроженец города Осип Никифоров. Сейчас музыкант обучается в США. Вместе с тем постоянно совершенствуется профессионально. Осип Никифоров окончил детскую музыкальную школу имени Кеннеля. За годы обучения становился лауреатом многих всероссийских и международных конкурсов. Впереди у него обучение в Американском университете. Правительство Хакасии не осталось в стороне. Перед началом концерта глава республики Виктор Зимин поздравил музыканта и вручил денежный сертификат на 240 тысяч рублей. Осип, я желаю тебе новых побед. Уверен, что самое главное – успехи тебя впереди. Единственное, хочу просить тебя, да, наверное, от родителей, прежде всего, от всех нас, от земляков. Никогда не забывай малую родину и великую Россию нашу. Цветы растут там, где их поливают, как известно. Я очень люблю свою республику, свой край, свой город. И для меня это большая часть играть. Весь у себя дома. Спасибо. Спортсмен-инвалид из Хакасии Вадим Трунов приступил к подготовке для участия в чемпионате мира среди людей с ограниченными возможностями, который пройдет во Франции в июле этого года. Путевку на мировое первенство Вадим завоевал на чемпионате России в Чебоксарах. Там отлично выступила вся команда спортсменов-инвалидов из Хакасии. Так, Аяну Демешев завоевал серебро на стаирской дистанции 5000 метров. А Вадим Трунов первенствовал на обеих спринтерских дистанциях 100 и 200 метров. Самым сложным был забег на 100-метровку. Вадим отстал на старте, догонял соперников, в итоге победил с отрывом всего в 4 сотых секунды. Это определил фотофиниш. Сейчас наш спортсмен готовится к чемпионату мира среди инвалидов. Там он пробежит свои коронные дистанции и примет участие в эстафете 4 по 100 метров. Сейчас вот эту неделю, следующую точнее, я тренируюсь здесь, в Абакане. Затем со сборной России уезжаю на сборы в Новогорск и оттуда сразу на чемпионат мира во Францию. Сейчас будет работа более интенсивнее, потяжелее, я думаю. И сегодня в Жемчужном начинает свою работу мобильная группа Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства будут принимать жалобы от отдыхающих на Ширинских озерах. Какими еще проблемами занимается Роспотребнадзор летом, мы узнали у ведущего специалиста-эксперта Ольги Богуновой. Сегодня она гость нашей студии. Интервью смотрите после прогноза погоды. На этом наш выпуск завершен. Берегите себя.